Отличников в Приморье становится больше. 2777 школьников набрали 80 и более баллов на едином госэкзамене. В прошлом году таких ребят было практически на четверть меньше. Ситуация по стране в целом примерно одинаковая. У всех практически вызывали опасения результаты по профильной математике. В целом по стране картинка одинаковая. Поэтому сейчас разрабатывается целая концепция развития математического образования. И на это будет делаться огромный упор, ну и в том числе и у нас. Итак, в этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие более 11 тысяч человек. ЕГЭ сдавали 10 683 выпускника. Из них 9728 – выпускники 2018 года, 979 – выпускники прошлых лет, 201 – студент среднепрофессионального образования. 2777 человек – высокобальники. В прошлом году их было 1915 человек. 36 – 100-бальники. В прошлом году их было всего 15 человек. 26 человек набрали максимальный балл по русскому языку. Два по литературе, два по информатике, два по обществознанию, два по истории, один по физике, один по математике. Чего стоило ребятам достичь таких успехов, остается только догадываться. У меня есть примета, если я утром высыпаюсь, то я хорошо пишу обычно. Вы сегодня выспались? Да, я старался. Я просто готовился, все, рассчитываю на свои силы. А как долго готовились? Ну, не знаю, с самого начала года. Минимум я сдам. А так я не знаю, как повезет. Волнуюсь очень сильно. Любой экзамен – это мощный стресс, серьезно влияющий на здоровье. Интенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за длительного сидения за учебниками, нарушение режима сна и отдыха, эмоциональные переживания приводят к перенапряжению нервной системы. Головная боль, тошнота, кожные высыпания, растерянность, паника, страх, ночные кошмары – вот далеко не полный перечень недомоганий в период сдачи экзаменов. Те, кто, казалось бы, длинно готовился, ну, не показывают тех результатов, которые на них ставят болельщики. Потому что ЕГЭ – это как в спорте. Нужно здесь и сейчас собраться и подтвердить свои умения, знания, навыки, которые на протяжении стольких лет, в общем-то, в тебя вкладывались. По городам для школьников проводились различные тренинги, которые должны были помочь справиться с волнением перед ЕГЭ. Первый прием – негативная мысль. Я не сдам экзамен, но я ее меняю на позитивную. Я сделаю все от меня зависящее. Вот туда надо переводить, в это русло. То есть, как только мысль пришла, что вы не сдадите экзамен, вы тут же ее меняете усилием воли на то, что вы сделаете все от вас зависящее. Советы психологов помогли явно не всем. На сегодня известно о 16 серьезных нарушениях правил проведения экзамена. Ребята принесли на ЕГЭ шпыргалки и телефоны. Также в этом году участники аттестации подали более 380 апелляций, что гораздо меньше, чем в прошлом году. Большая часть детей, которые у нас подавали в этом году, все-таки изъявили желание рассматривать апелляции в их присутствии, либо в присутствии их законных представителей. Единственным условием или ограничением, когда конфликтная комиссия не рассматривает апелляции, это вопросы по содержанию структуры заданий контрольно-измерительных материалов, либо это вопросы, связанные с заданиями, с краткими ответами. Мы их тоже не апеллируем. В случае, если участникам ЕГЭ была нарушена сама процедура, также мы не рассматриваем черновики. Следили за выпускниками пристально. Всего были задействованы 818 общественных наблюдателей. Кроме того, на базе Дальневосточного федерального университета действовал один из самых крупных в России региональных ситуационно-информационных центров вместимостью 120 рабочих мест. В нем велось онлайн-наблюдение за всеми аудиториями пунктов проведения экзамена. То есть каждую аудиторию мы смотрели вот здесь и сейчас буквально от начала до конца и в режиме именно реального времени, что позволило нам большую часть нарушений выявленных отработать здесь же на месте. Потому что мы говорим о 16 нарушениях выявленных, это те, которые повлекли за собой какую-то дальнейшую реакцию и в том числе составление протоколов, удаление и так далее. Но помимо этого существует ряд других нарушений, которые не влекут за собой, например, аннулирование результатов, но являются замечаниями, нарушениями процедурными. Двоечники, те, кто не набрал проходных баллов, будут пересдавать ЕГЭ в дополнительный период. Стартует он 4 сентября. После будут известны окончательные итоги ЕГЭ-2018. Кстати, с 2019 года можно будет по выбору сдавать китайский язык. Для Владивостока, где в нескольких школах его изучают углубленно, это особенно важно. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.